Ах, ну что же, дармоеды, здравствуйте еще раз. Вот, хотел я создать видео, обещанное, про вождя Ким Чен Лу. Как тут вдруг появляется оно. Ну, я просто мимо пройти не мог. Германия на самом деле занимает лидирующее положение по данной работе, потому что по ряду целей они начали работать в 2002 году и приняли первую программу устойчивого развития. Это сейчас платформа 2030, которую так называют, она просто объединила... До 2030 года, чтобы было понятно. Да, до 2030 года, как ее обычно говорят, платформа или повестка 2030. То есть она просто объединила очень много направлений взаимосвязанных, амбициозных задач, которые, в принципе, должны обеспечить просто рост благосостояния людей. Ага, у тебя уже, наверное, выросло. Как ты хату там в дроздах достраиваешь, да? Или даже более, скажу правильно, наверное, достойная жизнь каждого человека. Да, у кого-то из вас двоих в студии точно достойная жизнь уже состоялась. Когда в Нью-Йорке летом я представляла доклад от Беларуси на тему достижения цели устойчивого развития... Вы с начала падения остановите. Тьфу, блин, остановите землю, я сойду. Им было интересно, каким путем идет Беларусь. Я бы сказал, но это будет нецензурное слово. Что говорит об этом наш глава государства? Не надо, хватит тебя одной. Но прежде всего мне бы хотелось вообще вот простым обычным языком просто сказать об устойчивом развитии. Да, вот такой простой пример. Было там 10 миллиардов у одного человека, а потом... И через несколько лет стало уже там 15 миллиардов. Вот это называется устойчивое развитие. Главное, чтобы росло вверх, а не вниз. Ну и так хотя бы каждый год по миллиарду. Вот что тебе говорят. Оружие продали на целый миллиард долларов. А где он? Что-то я в экономике его не заметил. Устойчивое развитие. Это переработка отходов. Это загрязнение атмосферы. Это загрязнение питьевой воды. То есть это все должно быть сведено к минимуму, а лучше всего этого вообще не будет. Так, 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 что это там ты говоришь? И ты вот об этом говоришь, да? А кто завод строит под Брестом? То есть какой мы оставим планету будущему поколению? Какой ты оставишь планету, это мы уже знаем. Ведь если брать цели устойчивого развития, они универсальны. Чего? То есть хочешь сказать, что у тебя, у твоего хозяина Луки и у всех там вас дроздовцев одинаковые цели развития с теми, против кого вы придумали декрет о тунеядстве? В сколопендра тапком бы в тебя запустить. Пять таких составляющих. Это люди, мир, планета, развитие и партнерство. Люди, мир, конечно. Конечно, офшоры, офшоры. Без партнерства здесь ничего не достичь, потому что не может только государство заниматься этой проблемой. То есть, естественно, здесь гражданское общество должно быть вовлечено в этот процесс. Гражданское общество уже давно борется с вашим сраным заводом. И из-за таких, как ты и твой хозяин Лука Мудищев ничего сделать не может. А ты еще сидишь тут и свою пасть открываешь. Жаба. Каждый раз, как пасть открывают, жаба выскакивает. А сейчас давайте поговорим о веселом, о чем-нибудь таком, чем можно было бы гордиться, смело гордиться. О наших ученых, докторах. Внедрение инноваций – одно из условий успешного развития государства, и это задачи ученых. А интересно, а что изобрели у нас эти ученые? Сегодня президент вручил дипломы академикам, членам-корреспондентам, докторам наук и профессорам. Вы знаете, что изобрели наши белорусские ученые за последние 23 года? Поделитесь в комментариях тогда, а то я чего-то нет. На торжественной церемонии более 40 специалистов. Кто-то из них науке посвятил всю жизнь, другие занимаются ею одновременно с основной работой. Это медики, работники аграрного сектора, руководители учебных заведений. И прочим разработчикам космических пепельниц. Обращаясь к собравшимся, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики, и в этом заслуга в том числе ученых. Доктора, прошу, пролечите пациента, как следует. Главное богатство Беларуси, и вы это знаете не хуже меня, это люди. И они с каждым годом уезжают все больше и больше. Да. Мы по праву гордимся нашей научной элитой. Еще раз хотел бы спросить, а что они там разработали? Ее составляют умнейшие и трудолюбивые специалисты. Звание доктора наук, профессора, члена корреспондента, академика. Это не только дань вашим заслугам, но и большой кредит доверия. А кредиты надо возвращать. И мы вправе ждать от вас открытий на грани невозможного. Которые раскрывают себя обычно в США, Европе и прочих других странах. Но не в Беларуси. И вообще вы добились многого. Но об этом просто никто не знает. Но это не значит, что вы должны остановиться, потому что еще важнее оставить после себя след. Не рекомендовал. А то мало ли там чего кому захочется в детектива поиграть. После официальной части, по традиции, президент пообщался с представителями научной сферы. Уже неформально. И вот нам удалось пробраться на одно из таких заседаний, тайно-инкогнито, и узнать, что же там на самом деле происходит. О, кажется мы видим собрание Академии наук Республики Беларусь. Вот, заслуженный профессор, доктор наук, проводит свои научные изыскания. А вот я смотрю, с ним рядом стоят его коллеги. Да, это интересно. Теперь я понимаю, что у нашей науки действительно есть огромное будущее. Ну что, на этом будем заканчивать, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я думаю, вы прекрасно понимаете, канал у нас маленький, и поэтому от вас, от вашей активности, зависит очень многое. Поэтому не оставайтесь равнодушными. Помогите каналу, как можете, хотя бы лайками и просмотрами. Давайте вместе поможем изменить хотя бы что-то в Беларуси. Или сделать просто жизнь веселее. Мне не нужна такая страна. Страна я продажная. Страна. Мой трудом. Моя страна. Страна я заботчинная. Страна.